Единый мировой президент давно уже, а нам лапшу на уши вешают. Я вот когда я включал, там все наши президенты, всему миру, все какие-то родственники английской семьи. Ну, абсолютно. Там сватся, братья, все оттуда, все родственники. То есть, ничего случайно не бывает, все контролируют. А вот совсем недавно там, ну, жена включила телевизор, вчера, и там программа Медведева там. И он в навы, за крышу, и там, все, народ выбирает, значит, правительство, все решает народ. И прям такой сидит там, все там. И вот ни стыда, ни совести, он прям вот так вот. Ну, человек так не может уже поступать. То есть, ну, в навы так. А люди все верят, все верят. Волятся на него еще. Ну, на выборы до сих пор люди ходят. Это же настолько нужно быть дебилом, чтобы ходить на выборы. Это же аксиома. Играть правилом, зарядомо проиграть. Это аксиома. Они думают, ну, если я на выборы не буду ходить, то за меня там, значит, галочку поставят. А я вот как-то слышал там, еще во времена перестройки, там, мэр какого-то там городка, где-то там на севере, с таким возмущением, такой наивный. Говорит, как так? Мы вот только закончили голосование, там, не успели еще там все голоса, там, значит, посчитать. А в Москве уже объявили результаты нашего голосования. Это твоя библия голоса. Так, может, ты наивный, сколько ты лет прожил, и что это и наивный. Там главное участие, да? А там уже за тебя поставят. Так лучше вообще туда не приходить. Конечно. Да, это вообще, мне кажется, не главное, что участие. Мы когда были, они дают поиграться только вот местным, в городе. Они, ну, играйтесь между собой, варитесь, выбирайтесь, да? Им плевать, кто вы. Вот это с этого здания или с того здания. Но когда заканчиваются местные выборы, они всех выгоняют вообще. Все пошли вон отсюда. Все, дальше Медведев будет голосоваться при закрытых дверях. А там даже был кто-то. Это урну выкинули, свою урну поставили. Это уже все, это уже все. А дальше ничего заполнять не надо. Да, и никто так не считает. Это опять же Филькина грамма. Да, да. А поиграться в своем селе, да, они дадут. Это чтобы людям пыль в глаза пустить, и не более того. Поэтому единственное, что это возможно, это метод ненасильственного сопротивления. Как в Махат Маганди в Индии поступил. Все шпорцы. Да нам плевать, какие вы там законы издаете. Да и живите вы по этим законам. Мы будем по конам жить. Так же? Вы выпускаете товары. Ну и выпускаете их сколько только без нашего участия. Мы не будем ни на работу ходить, ни обслуживать вас, ни выполнять ваши приказы. Кто вы? Да никто. И они станут никто после этого, если народ прочнется. А пока они пыль в глаза пускают, пока зомбируют, они все делают для того, чтобы мозги у человека не работали. Вот вся жизнедеятельность, буквально все. То есть, мы же уже говорим, начиная там уже от беременности, там, и кончая все возраста, все делается, чтобы мозги не работали у человека. Чтобы легко было управлять. Продолжение следует...